Привет-привет! Вы смотрите канал ТипТоп, и сегодня мы расскажем вам о шести самых нелепых архитектурных ошибках. На протяжении всей истории человечества стремится создавать большие и впечатляющие здания. Мода строить самые высокие здания распространилась по всему миру. Это видно и в католических соборах Европы, и в невероятных небоскребах, вроде Бурдж-Халифа в Дубае. Ежегодно в США, Европе и в других странах мира архитекторы придумывают все более смелые и необычные конструкции зданий. Хотя порой эти новые здания функционируют, как и было задумано, и ошеломляют своим внешним видом. Иногда с ними случаются и архитектурные провалы. Сегодня в этом видео мы расскажем вам о шести самых нелепых архитектурных ошибках. Гостиница New World в Лиан Якбилдинг, Сингапур. Это внушительное шестиэтажное здание было построено в 1971 году. Три верхних этажа были собственностью одного состоятельного клиента. Там и располагалась гостиница. Второй этаж занимали рестораны и ночной клуб. Ниже находились два банка. В марте 1986 года здание стало центром внимания международных СМИ, когда внезапно развалилось менее чем за одну минуту. Обрушение произошло в 11.25 утра, и очень немногие люди смогли выбраться из здания живыми. Свидетели утверждали, что они якобы слышали взрыв. По факту обрушения было проведено расследование, показавшее, что виноват архитектор. При расчете общей нагрузки здания не был учтен его собственный вес. Это означало, что с течением времени конструкции здания становились все слабее и слабее. В 2006 году снежная российская погода привела к обрушению басманного рынка в Москве. 23 февраля на крыше торгового центра скопилось так много снега, что она в конце концов обрушилась над овощным рынком. В результате происшествия погибло 56 человек. Еще 32 человека получили ранения. Инцидент произошел между 5 и 6 часами утра, еще до открытия рынка. Так что жертв было бы значительно больше, если бы это произошло позже. Такомский мост. Мост Такома-Нерроус, США. Мост через пролив Такома – первый подвесной мост в штате Вашингтон. Мост был официально открыт 1 июля 1940 года. И всего несколько месяцев спустя он прославился своей драматической историей. Обвал произошел в 11 утра 7 ноября того же года. Причиной стал сильный ветер, из-за которого дорожное полотно стало вибрировать. Мост начал раскачиваться взад-вперед и в результате обрушился. В Дара-отель Энспа США. Этот отель в Лас-Вегасе известен не только своим удобствами и услугами, но и дополнительной услугой – лучом смерти. В течение дня здание непреднамеренно фокусирует солнечный свет на террасе у бассейна. В 2009 году это обернулось большой проблемой. Многочисленные очевидцы описывали свои ощущения как химический ожог. В течение 30 секунд кожа начала просто-напросто поджариваться. Администрация отеля объяснила, что решить проблему трудно, так как для этого потребуется капитальный ремонт. Да и навес около бассейна не понравится гостям, которые хотят наслаждаться солнцем. Башня Джона Хэнкока США. Строительство башни Джона Хэнкока в Бостоне, штат Массачусетс, было завершено в 1976 году. Сегодня башня самая высокая – 60 этажей. Здание во всей Новой Англии. А в течение более 30 лет она была самым высоким зданием в Бостоне. Первая проблема башни – искривление стен. При заливке фундамента башни строители использовали ряд временных стальных стен. Эти металлические стены начали портиться из-за грязи и глины. От искривления стен пострадал тротуар, ряд коммуникаций и даже церковь троится через дорогу. Также возникли проблемы со стеклом, используемым в строительстве. Оно стало просто выпадать из окон. Выяснилось, что выпадение стекла вызвано постоянным расширением и сжатием, возникающим в результате нагревания и остывания здания. Нацистские казармы военно-морского флота США. Порой архитектурные промахи происходят из-за непродуманного конструирования. И прекрасным примером этого является военно-морская десантная база в городе Коронадо, штат Калифорния. Четыре здания, которые в форме буквы «Г» соединились общим центром. Лишь только в 2007 году, когда появились карты Google, обнаружилось, что здание по форме напоминает свастику. Архитектор Джон Мок отчаянно защищался, объясняя, что эта ошибка была непреднамеренной. Он даже получил в свое время награду за этот проект. Позже руководство флота извинилось перед ним, пообещало, что потратит 600 тысяч долларов на ремонт и благоустройство здания, чтобы изменить его форму. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Следующее видео уже завтра. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!